ты включаешь включай ребят записывать сегодня особо нечего я ужасно плохо я все заплаканное потому что когда-то я рассказывала что страдала это происходит уже несколько дней я рассказывала что я когда-то страдал анорексией в любви компульсивным перееданием и этот подарок мне конечно пытались привить знакомых тебя было немножко полнее чем я сейчас я говорила уже и конечно пытались привить знакомых что я полная вот меня это не особо волновало до тех пор пока и не стали говорить об этом мама с бабушкой вот я рассказывала что я похудела но мне всегда казалось что я недостаточно худая я похудела я обращалась к врачу эндокринологу какое-то количество килограмм я сама скинула потом я узнала что у меня оказываются проблемы с щитовидной железой и я обращалась к врачу эндокринологу вот и узнала что у меня проблемы с щитовидной железой она мне прописала аутерокс 125 в дозировке 125 со временем мой вес стал 48 килограмм и мне снизили дозировку потом вообще отменили аутерокс но мой вес продолжал снижаться и я стала весить 36 килограмм я скрывала это даже от володи говорила что я до 42 до 44 вешу тогда когда мой вес был 36 38 килограмм я к вам ненадолго потому что мне ужасно плохо так вот когда родился ребенок у меня начались очень сильные отеки я спросила у мамы что она мне посоветует так как местной поликлинике мне ничего толкового не сказали и прочие другие врачи которым больно я обращалась они мне ничего не могли сказать я спросила у мамы что мне делать она мне посоветовала пить фуросимид это из разряда диуретиков я думаю фуросимид у многих на слуху каждый раз со временем он переставал мне помогать и дозировку я увеличила без него я уже не могла я продолжала опухать постоянно у меня начались я говорил уже проблемы с почками после рождения ребенка где-то через год ситуация прям так вот конкретно меня застала врасплох и со временем со временем мне перестала помогать перестала помогать 1 таблетка стала пить 2 со временем 5 потом 10 на 10 таблетках у меня начались сильнейшие судороги у меня постоянно включила пальцы ног рук у меня были такие судороги икроножных мышц что я что я просто сходила с ума от боли я зажимала зубами подушку я гробила себя и убивала когда у тебя такие сильные судороги ты весишь 36 килограмм я не знала что они что могут я думала что могут быть судороги только рук ног икроножных мышц пальцев чего угодно я не думала что бывают судороги лицевых нервов судороги горла судороги легких судороги сердца сердечной мышцы я не думала я никогда не предполагала даже что такое возможно и мне на тот момент казалось что я умираю со временем желание жить и желание есть сильнейший волчий аппетит который наступает вперед булимии победили я начала кушать я начала кушать но я избавлялась от еды и у меня вся рука была в шрамах от зубов это тоже было ужасно потому что с одной стороны я хотела жить а с другой стороны я не хотела быть толстой потому что мама с бабушкой убеждали меня что быть толстой это плохо что мой муж немного меньше меня ростом он худой и я буду ужасно смотреться рядом с ним если я буду больше хотя я и выше его и по факту я крупнее его немного его это никогда не смущало прекрасно это воспринимал наоборот всегда радовался моим формам всегда радовался когда у меня росли мои щечки и попка немного вот когда это происходило во время беременности или когда я наконец переставал заботиться о своих диетах постоянно он меня вытягивал из этого состояния неоднократно но единственное что я да я вроде бы начал пытаться нормально все хорошо но единственно что я не бросила это я не бросила красим я я бросила 5 10 таблеток я уменьшила их до 5 но пить его 6 лет я пила эти таблетки 6 лет и сейчас у меня очень сильно страдают почки печень и сердце а на форумах для девочек подростков до сих пор советуют принимать форусимид а спортсмена до сих пор выводят допинг из крови форусимидом а балерины и танцовщицы до сих пор принимают форусимид они так такие худые и они принимают форусимид чтобы быть еще более тонкими точенными это ужасно если честно то после тех болей которые происходят у меня уже 30 день все страшные боли которые я ощущаю в почках сердце в печени в кишечнике в желудке я у меня такое ощущение что у меня есть кости у меня есть кожа которая находится на животе и все мои органы отдельные я каждый из них чувствую каждый из них ощущаю мне кажется что каждый из них очень сильно опуху много кто мне говорит что у меня мешки под глазами во первых у меня мешки под глазами всю мою жизнь а во вторых у человека которого проблемы с почками у него не могут быть не может не быть отеков и мешков под глазами это нормально и в конце концов я не маленькая пися а взрослая женщина у которой есть муж ребенок какие-то определенные проблемы возможно где-то со здоровьем какие-то определенные проблемы с гормонами и так далее я понимаю если бы эта проблема была когда была девочка подростком на данный момент извините а взрослая женщина я не девочка и я не претендую на роль девочки писюшки если многие мои девчонки подружки претендуют знаете косить под малолеток то я не претендую я уже ни на что не претендую честно я уже не хочу быть не не худой не не красивый я не ни на что уже не претендую я хочу просто прекратить ощущать эту сильную боль которая третий день меня мучает сильно мне так больно полдня все было нормально и началось снова я клиночки закапала слезами это было ужасно больно и несмотря на тот факт что в этой стране я новичок если боль усилится приступ я вызову скорую это невозможно больше терпеть и я уже ничего не хочу я не хочу тученый пресс как был у меня в 14-15 лет я не хочу быть худой какой я была в 2014 хочу быть счастливой здоровый я не хочу больше испытывать эту боль я хочу чтобы я хорошо себя чувствовала чтобы я вставала и не ощущала шумы в ушах боль в сердце чтобы я не задыхалась это так больно так ужасно это ужасно не пейте фуросимит не надо я знала девочки которые пьют пили по 50 таблеток это капец это просто капец 50 таблеток фуросимита ребят это просто какой-то кошмар я читала что кто-то вот кто уезжает на отдых покупают себе там на две недели уезжают покупать себе там 600 таблеток фуросимита чтоб на отпуск хватило это это же уму непостижимое боже насколько мы сумасшедшие женщины просто насколько мы сумасшедшие в погоне за какой-то фигурой которая насколько она будет насколько у тебя будет фигурами по факту ты не сможет ни один человек не сможет всю жизнь качаться соблюдать диету в конце концов женский организм это тот организм который испытывает на себе регулярную перестройку гормонов в котором инструация роды а возможно и не одни роды постоянная перестройка гормонов сами по себе гормоны постоянно перестраиваются климакс и так далее и ну не будет фигура ну никогда ты не будешь такой какой ты была тогда в 18 лет грубо говоря да а ты такой всегда все равно не будешь и вот это вот постоянное стремление гонка всегда быть моложе гонка всегда быть такой какой ты была когда-то для меня это всегда очень странно и я хотела сказать что ну меня немножко пропустила но я ожидаю скоро опять будет приступ скорее всего более сильный она такая приступами идет и если будет еще больнее я просто вызывать буду скоро это невозможно терпеть и блин хочется взять просто я не знаю это я это в большинстве стран такие таблетки не продаются вообще а у нас пожалуйста свободно без рецепта я просто хочу сказать что что очень многие девушки к сожалению лежат и прокапываются капельницами в больницах и у них уже почечная недостаточность цирроз печени и возможно они не доживут до 30 до 35 и я бы не хотела быть одной из них и я не желаю никому быть одной из них это ужасно это моя глупость в какой-то степени но я доверилась совету мамы и я никогда не думала что то есть ну мама же не может желать плохого мама же не может мне советовать плохое да мама может ошибаться моя мама гробит свое здоровье на этих же таблетках только 20 лет и о ее самочувствии я промолчу о том что она не хочет ничего слышать чтобы отменить эти таблетки я ничего тут не могу поделать ничего она не хочет их отменять она все равно их принимает мы много раз беседовали на эту тему она все равно их принимает вот я отказывалась с таблеток на 2 месяца и все 2 месяца я проходила очень опухший очень поэтому знаете когда там пишут на всяких там женщин блогера типа а ты алкоголичка поэтому ты опухшая чтобы быть опухшей не обязательно нужно быть алкоголичкой можно поесть соленого на ночь можно перепить воды перед сном или чая перепить перед сном а можно извините страдать почками как я и не обязательно чтобы страдать почками нужно тоже быть алкоголичкой такое ощущение что у людей у черноротых людей у них все сводится просто к алкоголизму возможно это их проблема возможно они сами алкоголички поэтому ищут вокруг ищут вокруг тоже таких же алкоголичек или им кажется что все женщины вокруг алкоголички Галички. Понимаете? Кошмар. Все хорошее мое, я пойду. Нужно что-то делать. Потому что мне становится опять потихонечку больно. Больнее, больнее. Постепенно. Мне тяжело разговаривать на самом деле. Поэтому голос такой. Я вас всех люблю. Берегите себя, пожалуйста. Будьте здоровыми. Будьте здоровыми. Не делайте так, как я. Учитесь любить себя. Принимать себя. Я уже говорила, что другого тела не будет. Берегите это тело. Тело как сосуд. Его нужно беречь, холить и лелеять. Берегите свое тело. Не допускайте таких ошибок, какие допускала я в своей жизни. Это может быть чревато. А может вообще закончится летальным исходом. И кому какая разница потом в гробу, какая у тебя была фигура. Была ли ты красива или нет. Плевать там уже. Все, моя хорошая, я люблю вас. Берегите себя. Будьте здоровы. Будьте счастливы. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Продолжение следует...